Очень много вопросов у меня приходит по поводу шизофрении, по поводу эпилепсии. Ребята, это та категория пациентов, которая уже наблюдается у моих коллег. Поэтому я не имею никакого юридического и морального права вмешиваться в процесс восстановления здоровья. Но вот по поводу профилактики, по поводу сопровождения той медикаментозной терапии, которую назначил доктор, мы с вами сегодня поговорим. Потому что восстановление скорости мозгового кровотока основной причины нарушения всех наших конгетивных функций. Очень много сейчас детей, которые приходят уже с конкретными нарушениями в области кровоснабжения мозга. Вот я взяла просто плакат, который называется «Болезнь Альцгеймера». Но фактически вся психиатрия, эпилепсия, проблемы аутизма, проблемы ДЦП, они заложены в одном действии, которое называется «Снижение скорости и симметричности мозгового кровотока». Вот посмотрите, равноценное, полноценное кровоснабжение мозга дает вот такое вот нам количество функционирующих нейронов. Ведь каждый нейрон, который у нас отвечает за ту или иную функцию в мозге, он сам получает кровоснабжение. Поэтому всякое нарушение кровоснабжения в мозге, которое доктор нам описывает определенным образом, оно завязано на изменение диаметра сосудов, которые находятся у нас в шейном отделе. Поэтому мы говорим, кровообращение в шейном отделе определяет кровоснабжение мозга. И при нарушении достаточного поступления крови, из-за того, что у нас уменьшилось ее просто количественное поступление, то есть нарушение кровообращения из-за увеличенных лимфатических узлов в шейном отделе, все пациенты, которые ко мне приходят с этими заболеваниями, чтобы помочь сопровождению заболевания медикаментозному, они все имеют нарушение мозгового кровотока. Поэтому мы с вами должны просто элементарно прочитать те исследования, которые у нас есть. И у всех, ребят, с шизофренией, с эпилепсией, все, что я говорила с вами, это нарушение в виде увеличения лимфатических узлов в области ключиц, которые собирают продукты воспаления, левый лимфатический проток, правый лимфатический проток, продукты воспаления, идущего в желудочно-кишечном тракте. Поэтому два вида исследований у нас должны быть, и с ними мы и должны работать. Именно исходя из этих нарушений мы можем помочь нашему человеку, который имеет такие заболевания. То есть все пациенты с этими диагнозами имеют гастрит, гастродоуденит, колит-энтероколит, имеют дискинезию желчеводящих путей, холецистопанкреатит. То есть я никогда не берусь исследовать данного пациента, пока у меня не будет заключения доктора-гастроэнтеролога, пока не будут сделаны УЗИ желудочно-кишечного тракта. И если мы имеем язвенный хронический гастрит, то продукты воспаления будут поступать в подключичную зону и нарушать скорость притока и оттока в мозг. В результате у нас от коры головного мозга и остается уменьшенное количество. Сейчас очень много деток, когда они уже рождаются с такими нарушениями. Тогда мы говорим, от качества матки зависит качество ребенка. Значит, идущий воспалительный процесс у женщины в период беременности обычно в справочке из роддома уже написано, что беременность протекала с нарушениями в виде молочницы на протяжении всей беременности, с нарушением в виде повышения артериального давления у женщины. То есть если в женском организме имеются проблемы, то, конечно, эти проблемы будут передаваться и маленькому. И качество мозга у малыша уже, или он будет такой нормальное качество мозга, либо оно будет нарушено, и тогда мы обязательно придем к какому-нибудь диагнозу в виде эпилептической активности. Прежде всего, это нарушение мозгового кровотока. Тогда мы с вами говорим, что устранение проблемы воспалительного процесса и болимфатические узлы сдавливающие сосуды собирает продукты воспаления где? В желудочно-кишечном тракте. Значит, имея конкретный диагноз гастроэнтеролога, не задавайте мне голословные вопросы. Пожалуйста, в директ напишите тогда заключение доктора-гастроэнтеролога и лечите хронический гастрит, хронический колит, убирайте дискинизию желчеводящих путей. Тогда мы с вами уберем увеличенные лимфатические узлы из давления сосудов. То есть мы с вами придем к изменению УЗИ сосудов шеи и головы. И тогда будет полноценное кровоснабжение нашего мозга. Поэтому говорят, особенные заболевания, эпилепсия, шизофрения, эти заболевания, так же, как и все, имеют природу в нарушении кровоснабжения, в нарушении кислотно-щелочного равновесия, ибо всякая застойная зона, она нарушит скорость проведения нервного импульса. Ведь у нас тоже нейроны кровоснабжаются. Но если они кровоснабжаются с меньшей скоростью, чем это положено по физиологии, конечно, скорость проведения нервного импульса не будет проводиться. И вот эта задержка проведения нервного импульса на фоне изменения кислотно-щелочного равновесия кислый мозг, недостаточно кровоснабжаемый мозг, придет к судорожной активности. Это сокращение мышц нашего тела, в том числе у нас есть и мышечная составляющая в нашем мозге, которая перестанет проводить импульсы, и тогда возникает судорожная активность. Значит, главная задача тех, кто имеет таких пациентов или сам болеет проблемами заболеваний мозга, мы с вами обязаны обеспечить достаточный прилив крови к мозгу. Это ежедневный лимфатический самомассаж. Постов очень много, онлайн-курс есть, вы можете все это найти и начать сопровождать ту терапию, мы ее не отменяем, которую вам доктор-невролог или психиатр назначил. Мы начинаем улучшать мозговой кровоток, а там уже, как бог даст, всякая работа с желудочно-кишечным трактом в виде ежедневного диафрагмального дыхания и устранения застой желчи. У нас даже дети и с аутизмом, и дети с болезнью Дауна, они улучшают кровоснабжение своего мозга через просто диафрагмальное дыхание в виде надув большой животик сделал, маленький животик сделал. У этих детишек улучшается скорость мозгового кровотока, значит, устраняются застойные зоны, значит, восстанавливается скорость нервного проведения, и, значит, восстанавливаются конгитивные функции, то есть поведенческие функции ребенка. Как только мы убираем застойный мозг, у нас уменьшается число мышечных движений у ребенка, потому что он своей агрессивностью, своим поведением с повышенной двигательной активностью старается компенсировать, старается перевести плохо кровоснабжаемый мозг в хорошо кровоснабжаемый мозг. Если у нас еще с кровью приходит микрофлора, которая живет обычно где? Там, где еда. В кишечнике, значит, мы уже говорим, что в застойных зонах мозга начинают развиваться воспалительные процессы. Это может быть кандидоз мозга, это может быть энцефалит, амебный в том числе. Каждый пациент, когда проходит у нас обследование, его кровь периферическая изучается, и в результате мы можем с вами по антигенам, по антителам определить в лабораториях, в том числе генетических лабораториях мы можем с вами определить микрофлору теперь, или микробиом нашего тела мы можем определить. И тогда, когда кровоснабжение мозга восстанавливается, мы с вами говорим о том, что и медикаментозные препараты мы можем уменьшать, ибо они более полноценно работают по структурам мозга. Поэтому, имея пациента с такими серьезными заболеваниями, вы обязаны позаботиться о его мягком безболезненном животе, о его хорошем мозговом кровотоке, с помощью лимфатического массажа вы это определите, и диагностируя проблемы в виде застойных зон в теле, боли нигде не должно быть у нас, мы поможем мозгу перейти из закисленного состояния в нормальное кислотно-щелочное равновесие, что и восстановит скорость поведения нервных импульсов, а значит и активную работу мозга. Если хотите иметь активный здоровый мозг, никогда не имейте болезненного живота. Удачи вам!